Добрый день, дорогие друзья! Наш перевернутый мир настолько стал привычным, что за происходящим даже и не вспоминаешь ни Джорджу Оруэлла, ни нашего соотечественника Евгения Замятина, который еще на рубеже 20 века предсказывал будущее в той же тональности. Причем мир-то перевернули с ног на голову буквально за два десятка лет. Искусственный интеллект теперь подстерегает нас за каждым углом и буквально в каждом, не побоюсь этого слова, гаджете. И ладно бы про искусственный интеллект трубили нам IT-гиганты. Им это вроде по профилю, но последние годы в этом преуспевает Сбер. Он же Сбербанк, он же Сбериндекс. Он же Сберпрайм Плюс, он же Конрад. Не будьте божьей коровкой. Конрад Карлович Михельсон, 48 лет, беспартийный, холост, член Союза с 21 года, в высшей степени нравственная личность. А неудобно ли? В сравнении с нашей концессией, это деяние, хотя и предусмотрено уголовным кодексом, имеет вид невинной, детской игры в крысу. Ну вы поняли, сегодня мы говорим про Сбербанк. Поехали. Иногда читаешь новости о нашей банковской системе и гордость разбирает, особенно это видно на примере Сбербанка. Но вы только посмотрите. Сбер запустил сервис безналичных чиновников. Сбер сообщил о разработке аналога Zoom. Сбер представил автомобильную аптечку. Сбер приглашает клиентов в открытый космос. Это вообще про что? Про банк не похоже. Или вот еще интересный вопрос. Почему банк, который утверждает, что создан более 180 лет назад, открещивается от вкладов 1991 года, заморозенных в Сбербанке? То есть на самом деле нам 180 лет, но вот к истории 30-летней давности мы никакого отношения не имеем. Рядом постояли. Не в защите. А вот цитата с сайта ведомства Германа Грефа. Сбер, помощник и навигатор, помогает оптимизировать средства, время, энергию. Конец цитаты. Ну вот первая история, как Сбер помогает оптимизировать средства и время своим клиентам. Жилая женщина решила снять деньги со счета. Для чего пошла в ближайшее отделение Сбербанка. Ну, казалось бы, на этом история должна и закончиться. Об этом пишет ее внук на сайте банкеру. Но, увы, в банке пенсионерку фактически развели на ненужные ей услуги. Все началось с того, что сотрудница банка, узнав, что у бабушки нет приложения Сбербанк онлайн, тут же установила его ей на телефон. После этого, ну, очевидно, поняв, что с доверчивой пенсионеркой можно делать все, что угодно, заболтала ее и между делом открыла на ее имя вклад в рамках помощи клиенту. Ну, Сбер, он же помогает. Сбер же помогает оптимизировать средства и время. И, конечно, сразу после этого менеджер начала стращать клиентку тем, что мошенники могут завладеть деньгами с ее счета, а потому необходимо оформить страховку. Бабушка, привыкшая верить сотрудникам учреждений, беспрекословно подчиняется. И в итоге с нее взяли 1161 рубль за то, что деньги – безопасность. Продолжает автор этого отзыва. А вот вторая история. Пенсионер получает СМС о долге перед банком, Сбербанком. Ну, с кем не бывает, скажете вы, и будете правы, безусловно. Только долг, по мнению банка, возник еще в 2006 году. Кто не до конца понял, напомнит, что на дворе 2021 год. Клиент начал разбираться с банком. Получилась дивная история. Давайте послушаем. Все неприятности или приятности, ну, какие-то происшествия у меня начинаются перед 23 февраля, и тут то же самое было. Я получаю извещение из Сбербанка, значит, примерно такого, не буду сейчас ковыряться в телефоне, примерно такого содержания, значит, срочно погасите задолженность по овердрафту, по карте номер такой-то. Значит, в противном случае Сбербанк там оставляет за собой право, значит, выехать на место, ну, и что-то там начать делать. Ну, поскольку это было прямо накануне, прямо на 23 февраля, я думаю, ну, ошибка, какая-то очепятка, потому что карта у меня такой отродясь не бывала. Ну, и все. А когда 23 февраля закончилось, 24-го, следующий идет уже звонок, идет уже с этого, с некоего колл-центра, с совершенно непонятного номера, но потом он мне стал уже понятный, вот, но как бы с этого непонятного номера идет звонок, в котором мне рассказывают ту же самую песню. Ну, то есть на той стороне голос говорит о том, что у тебя задолженности, все такое прочее, и если у вас какие-то вопросы, вот, звоните по этому номеру телефона. Ну, вот я по нему, собственно, и позвонил. Здравствуйте, уважаемый клиент, это Сбербанк, я ваш голосовой помощник. Сейчас у вас нет просроченной задолженности. В связи с большим количеством обращений, время ожидания на линии может быть увеличено. Мы убедительно просим вас отложить обращение в банк по несрочным вопросам. Всю информацию по сервисам банка... Это самое, ну, вот то, что я услышал, да? Вот, после того, что я услышал, у меня вообще-то совсем голова закипела. С одной стороны мне говорят, что я должен, а с другой стороны мне говорят, что я не должен. Вот, и у меня два варианта сразу возникли. Либо это мошенничество, либо это, ну, какая-то там уж глобальная ошибка, про которую, там, я не знаю. Ну, я давай названиваюсь. Уже до живого человека дозваниваться. С роботом разговаривать бесполезно, у них там алгоритм. Ну, выяснилось, что с живым человеком разговаривать точно так же бесполезно, как и с роботом. То есть у них... С живым человеком в смысле? В смысле оператором. С оператором. С оператором сначала. Ну, я зафиксировал свое обращение. Значит, они его зафиксировали, и там начали куда-то работать. Значит, написали, что... Ну, я не этот, не сторонник, там, сразу раздувать. Там, если я правильно помню, первое обращение у меня было 24 февраля. Они написали, что 7-го они мне дадут ответ. Марта. 7-го марта приходит ответ, что дело по такой степени серьезное у меня, что они продлевают это до 11-го. А 11-го приходит следующее смс, смс-ка, что дело очень серьезное, и надо вот до 19-го. Вот. Ну, за это время я сходил с горбанкой, написал ручками еще одно обращение, поскольку для меня ситуация очень напоминает мошенничество. О чем я, собственно, написал в обращении. А почему она напоминает мошенническую? А потому что номер телефона, с которого у меня приходил вот эти голосовые сообщения, высвечивается вот во всех этих программках, которые там, типа, кто звонит, там, ну, вот, там, определители номера, там, еще что-то, МТС, там, у Касперского есть. Я на нескольких проверял программах. Везде одно и то же написано. Этот самый номер телефона горит, как мошенничество. И, значит, какой-то там пиратский колл-центр, что-то такое. И что там? Значит, Юрий Борисович, банк готовит документы для передачи долга в работу коллекторского агентства. Срочно погасите просроченную задолженность по карте. Номер там, ну, ну, от 3-го, 11-го, 2006-го года. 21 тысяча 602 рубля. Это по состоянию на 18.02.2021 года. Ну, то есть, вот, карта, выпущенная, насколько я себе понимаю из этого сообщения, 3-го ноября 2006-го года, 18 февраля 2021 года, по ней вдруг обнаружилась, значит, задолженность. 21 тысяча. И Сбербанк за это... И он, да, вот, пишет мне передачу долга. И это пришло сообщение не откуда-то там от верблюда, а это с номера 900. Это Сбербанковский номер, все нормально. Следующее сообщение идет. Юрий Борисович, Сбербанк планирует осуществить выезд по адресу регистрации для проведения мероприятий по погашению просроченной задолженности по карте номер 60... Ну, вот опять та же самая карта и тот же самый текст. Это вот уже... А, ну, это вот как раз перед этим два сообщения было. А цифра какая там уже? 20 тысяча. 602 рубля. Та же цифра. А вот дальше... Сейчас, секунду я найду. Дальше идут всякие мне... А, нет, это я не в ту сторону листаю. Дальше мне идут всевозможные, значит, эти... Как их называют? Предложения взять кредиты. Черт-те что, только мне не взять. Вот. Дальше появилось сообщение о том, что... Значит... Не по этой карте. По другой. Это потому, что я с ними начал общаться, что я говорю, у меня такой карты нет. И они действительно видят, они уже видят, что ее нет. По их версии, карта была уничтожена и сдана мною в банк еще в 2008 году. Ну, собственно говоря, недалеко от 2006 года убежала. Так вот, теперь по другой... Вот я сдал ту карту, по которой они мне насчитали задолженность. Теперь, значит, почему-то эта задолженность стала в другой карте. Это, говорит, ничего не значит. Для них это ничего не значит. То есть, одна карта, другая карта, не важно вообще. Не принципиально. Это серая карта, другая карта, она тоже с овердрафта. Ну да, как они говорят. С овердрафт. Хотя, на самом деле, она... Нет, это... Секундочку, там не совсем так. Значит, она действительно была с овердрафтом. Но, как минимум, как минимум, шесть лет назад этот самый овердрафт, это как минимум, по моим прикидкам, даже больше, чем шесть. Вот. Ну, я просто... Ну, я не храню эти вот эти вот штуки, документы там, как выяснилось, очень напрасно. Да? Как минимум, шесть лет назад они просто отменили этот овердрафт. Сбербанк. Вызвали меня в банк и говорят, все, овердрафта больше нет. И сняли его. То есть, карточка стала обыкновенно дебетовой. Они мне ее просто поменяли. Все. Ну, и в тот момент они могли же посмотреть, если был долг тогда. Не, они просто могли посмотреть. Я сам спросил, у меня долги остались. Нет, говорит. И выдает мне новую карту. Значит, я беру эту самую новую карту, хожу с ней еще там, грубо говоря, три года, да, меняю ее еще раз. И она опять у меня получается дебетовая, да, и уже только после вот этого они мне присылают вот эту самую задолженность. Причем она изменилась задолженность теперь вместе с номером карты. Теперь она стала не 21, а 24 рубля. Ну, в смысле тысячи. Тысячи. Да. А вы обращались в банк? Сколько обращений может быть написано? На какой статии сейчас? На сегодняшний день у меня там пять обращений. Вы получили ответы? Одно. Один ответ получил, на который я тоже сделал еще одно обращение. Потому что ответ такой оригинальный, что ну, как бы у тебя все равно есть овердрафтная карта. Я говорю, ну как? Ну как объяснить еще? Ну, я ногами живьем ходил в банк. Значит, при мне живьем сидел со мной разбирался специалист из отдела по просроченным задолженностям. Казалось бы, да, человек, который собственно и должен со мной разбираться. И если я кому-то что-то должен. Вот. И он мне сказал такую замечательную фразу. Ну вот придет ответ на ваше обращение от них. От них. Тогда будем разбираться. Я говорю, от них это от кого? Он говорит, ну вы же обращение в банк сделали. Я говорю, а вы кто? Ну то есть я прихожу в филиал на юбилейный вот этого самого Сбербанка и мне человек говорит вот такую вот штуку. От них придет? Получите. точка пока не поставлена? Нет. Значит, вот последний разговор был в пятницу. Значит, я по старой своей привычке с исполнителями бесполезно разговаривать. Они там как пуговицы, как вот у Райкина в известной этой самой интермедие. как пуговицы к ним вопросов нету. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая статистизация. В своем компьютере там 99% того, чего вот в такой ситуации надо видеть, а значит, тот, кто должен это видеть, я до него достучаться не могу. Получается, что они видят в компьютере какую-то задолженность. Да, она у них висит, как красная строчка, но откуда она взялась, каким образом сформировалась, моя она, не моя. Она ко мне прилеплена, а уж там дальше они ничего не видят. Он мне показывал, собственно говоря, вот кому я ходил ногами, он мне показывал эту строчку, там ничего нету, там написано. Я элементарный вопрос задаю, да, я когда звоню, говорю, вот у меня карта есть, вот номер, это вот, вот она у меня в руках, вот у меня срок окончания действия карты, а вы можете мне сказать, когда она выпущена? Ну, срок выпуска, ну, то есть, вот когда я ее получил? Нет? Не может? Ну, привет вообще полу. Ну, то есть, вот человек, который должен ко мне, ну, я с ним общаюсь, он не должен что-то там сказать, он не может сказать элементарных вещей. Все они мне пишут, у вас там задолженность сформировалась с 18-го года, это последняя их версия, их версия не моя, вот, с 18-го года, ну, хорошо, с 18-го, я думаю, ну, дай-ка я проверю, а в каком году-то я ее получал, эту карту, по которой они мне задолженность, это, вот, они не знают в каком году я ее получал. Ну, то есть, сначала версия с 6-го года, потом с 8-го года, сейчас с 18-го. Сейчас с 18-го года, да. Карта, номер, в 6-м году была одна, в 8-м году я ее сдал, порезал в банк, значит, получил новую, и вот с этой картой творятся какие-то чудеса-тое чудеса, которые там, они до сих пор разобраться не могут. Разбираются с 20, ну, там, с 20-го, условно говоря, в феврале. Говоря проще, добросовестный клиент пытался выяснить всеми доступными способами, откуда же возник долг, если карточка была закрыта. Почему 15 лет банк молчал, и только сейчас выяснилось, что на карте есть долг? Почему клиенту ничего не сказали, когда закрывали карту? И, наконец, где подпись самого клиента по овердрафту, по карте, который не существует. При этом Сбер не подает в суд, который он проиграет, а угрожает добросовестному клиенту коллекторским вниманием. Обратите также внимание, что телефон, который указан в СМС, отнесен операторам к мошенническим, а голос Сбера говорит, что у вас нет задолженности. Очень занимательная картинка складывается. И это банк, который на каждом углу рекламирует не только свои кредиты и вклады, а уже из каждого утюга кричит про свою экосистему. К слову, к экологии это никакого отношения не имеет. Сбер рассказывает про искусственный интеллект, ботов на службе холодных звонков и свою экосистему. прости господи. На самом деле, это пример кошмарного монополизма, когда с помощью административного ресурса уничтожается целая отрасль в стране. С помощью самого же государства Сбер подминает под себя компании и сфер, никак не относящихся к банковской. Союз Мультфильм, к примеру. Образование, аптечный бизнес, автомобили и черт знает что еще. Где банк и где аптека? Какое отношение банкир имеет к сфере образования в стране? Это просто мультик какой-то, перевернутая реальность. Или вот занятное видео, посмотрите. Это отбор на работу в колл-центре. Сначала колл-центр Сбербанка. Сначала с кандидатами работает HR-менеджер, а затем психолог. На выходе получаются этакие зомби, перед которым стоит задача вытрясти любыми методами долги по кредиту или по кредитной карте. При этом этот сотрудник должен быть максимально автономен и заточен только на победу над заемщиком. Никаких компромиссов. И ведь ничего сложного. Это, знаете, это как переименовать Сбербанк в Сбер, потратив при этом кучу бабок. Обратите внимание, самый крупный банк России не признал полуострова Крым, присоединенного к России в 2014 году. Иначе почему на острове нет отделения Сбера? Между тем, жирующие при помощи государства Сбер, опасаясь санкций, дуют на воду. И ведь может попасть под санкции. А что скажет агентство страхования вкладов в случае, если Сбер попадет под санкции? Сбер нельзя санировать, потому что у ОСИ нет таких средств. Но это мое предположение такое. Сказать, куда пойдут клиенты банка в этой ситуации? Сказать? Что они выберут? Площадь для протеста? Или отделение банка, в которых они не могут получить ответа на свои вопросы по долгам в частности? В начале года в Госдуме вновь в очередной раз был поставлен вопрос об иностранных топ-менеджерах Сбера, которые входят в верхушку правления крупнейшим банком России. Депутаты обеспокоены тем, что граждане иностранных государств фактически имеют доступ к уникальной конфиденциальной информации. Однако министр экономического развития России Максим Решетников в этом не видят никаких проблем. Дескать, все под контролем. У них все под контролем. Поэтому можно смело щемить пенсионеров и разводить их на страховки и сомнительные долги 15-летней давности. А чтобы не было повадно жаловаться куда-нибудь, надо рассказывать им про экосистему искусственный интеллект. Храните деньги в сберегательной кассе. Ну а что не так? А на этом сегодня все. Подписывайтесь на записки горожанина, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok